Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Sweet Baby. У меня очень давно уже чешутся руки о ней рассказать, потому что колясочка, она набирает большую популярность у нас в сети магазинов First Buggy по России. И вот прям не зря, потому что моделька прям на все случаи жизни, под любой климат, под любые дороги хорошо подходит. Модель называется Unica. И цвет, который мы сегодня будем с вами изучать, это Olive Green. Вот такой вот нынче популярный цвет. Но перед обзором, друзья, хочу попросить вас, подпишитесь, пожалуйста, по ссылкам снизу на мои площадки в Telegram, в VK-видео и в RuTube, потому что там то же самое я публикую обязательно. Мало ли, RuTube у вас плохо работает, там же это все работает стабильно и хорошо. Собственно, друзья, давайте изучим итальянский бренд, на всякий случай, если вдруг вы не знаете. Вес коляски у нас 12,3 килограмма. Не стоит пугаться этих цифр, это абсолютно нормальный вес для такой универсальной коляски. Наклон у нас прогулочного блока, ну, спинки, я имею в виду, 115-170 градусов, что является очень хорошим показателем. Производитель позиционирует коляску как с 6 месяцев до 4-5 лет. Ориентировочно можно ее катать с ребеночком. Ширина колесной базы здесь 60 сантиметров и нагрузку она выдерживает 22 килограмма ребенка. Фирменный подстаканник будет в комплекте, дождевик будет, накидка на ножки, антимоскитная сетка. И все это, друзья, за абсолютно гуманный ценник. Цена по ссылке снизу в описании будет, пройдите, посмотрите, чтобы вы ее видели актуальную. Ну, а мы с вами начнем сверху вниз изучать, соответственно, вот смотрите на этот огромный козырек. Козырек без слабых мест абсолютно, даже смотровое окошко здесь у нас закрыто, чтобы в дождь туда не капало и крышечка у нас на магнитике. Вот в этом ценовом диапазоне это редкость. Вот эта секция у нас, как вы видите, она у нас дополнительная, ее можно открыть или закрыть, если вам огромный козырек не нужен. Вот здесь у нас спереди еще дополнительная секция в козырьке. В общем, ребенок очень хорошо закрыт. Регулируется полностью механизм бесшумно, без щелчков. В этом плане все хорошо. Так, давайте взглянем с вами на сиденье. Хотя давайте сначала о ручке поговорим, все-таки сверху вниз изучаем. Ручка у нас эко-кожая бита. Эко-кожа достаточно такая плотная. Регулируется у нас ручка в достаточно широком диапазоне, вполне себе. Вот тот самый подстаканник, который идет в комплекте. Он очень гибкий, раздвигается. И даже бутылочку вы туда спокойно поставите. Так, что у нас на задней стеночке? Давайте взглянем. Тут у нас есть кармашек, плюс вот эти секции. Вот эта секция открывается, чтобы летом можно было спокойно ребеночку лежать. И можно было проветривать, если жарко. Нет, так закрыли и все хорошо. Кстати, спинка у нас регулируется очень классным способом. Не ремешками, а вот таким вот механизмом. Два щелчка, и мы в максимально поднятом положении. И из того, что мне очень нравится в этой коляске, это спинка. Она здесь почти вертикальная, в максимально поднятом состоянии. Ребенок сильно назад не завален. Такая хорошая капитанская посадка. И сама спинка очень высокая. Для рослого ребеночка будет очень актуальна. Пятиточные ремни, мягкие накладочки у нас есть. И на плечевой зоне, и в паховой зоне, и также есть перемычка. Короче, весь максимальный комплект, который нужен, здесь будет присутствовать. Давайте взглянем, как откидывается у нас бампер. Максимально хорошо. Убрали и убрали вниз. Спокойно посадили ребеночка. Так, подножка у нас регулируется. Внизу у нас прорезиненный материал. Такой визуально он, как под карбон, сделан. И хорошая, большая ступенька, для того, чтобы ребенок спокойно мог на нее залазить. Хочу вам сразу показать накидку на ножки, потому что накидка на ножки тут просто лютейшая. Она у нас максимально большая, очень толстая, с большим бортиком. Вот видите, какой бортик здесь. И ребенок, если мы еще закроем козырек, он как в бункере просто закроет. Ему ниоткуда не дует. И будет себя комфортно чувствовать зимой в нашем, особенно питерском климате, комфортно. И уже идет в базе, в комплекте. Очень здорово. Так, давайте с вами взглянем на шасси. Что из себя представляет у нас рама. Что хочу сразу показать. Амортизация, друзья, здесь очень-очень мягенькая, приятная амортизация. Передние колеса с антишоком. А что касается именно самих амортизаторов, здесь есть возможность регулировки жесткости тех самых амортизаторов. Потому что если мы по ровной поверхности в большей степени ходим, лучше их подзажать, чтобы хорошо, плотно ехало. Если по брусчатке идете, по плохой дороге разжали, она стала мягче. Красота. Из того, что мне еще нравится. Видите, вот эту дугу убрали наверх при быстрой ходьбе с высоким ростом. Люди часто задевают ногами перекладину. Здесь такой проблемы абсолютно нет. Колеса, видите, у нас очень большого диаметра. И она такой хороший проходимец коляска. По плохим дорогам спокойно зимой можно гонять. Просто резина. Тормоз здесь у нас самый правильный. Оба раза сверху мы нажимаем, ставим на тормоз и снимаем с тормоза. Красота. Что касается, друзья, багажника. Это сильная сторона этой коляски, потому что он огромный, он вместительный, он глубокий. И он сделан не из прозрачной сеточки, которую легко зацепить, порвать, а из плотного, хорошего материала, который очень хорошо и надежно установлен на раму. Он не порвется. Это действительно самая продуманная система, которая возможна в багажниках. Доступ у нее есть и спереди, и сзади. Поэтому с любой стороны можно что-то положить. Так, и у нас также есть, если я не ошибаюсь, вот эта полосочка, такой катафот своего рода, который отражает свет в темное время суток, и коляску будет видно хорошо. Так, теперь давайте посмотрим, как она складывается. Чтобы ее сложить, нужно нажать на одну кнопочку вот здесь вот. И после чего здесь снизу под ребенком, под попой, есть ремешочек, за который нужно дернуть. И вот таким образом коляска у нас складывается. Вот, собственно, что мы получаем. В принципе, это не мини какая-то версия колясочки, это большая проходимая всесезонная коляска, поэтому она вот такая, какая есть. Ее ультра какой-то компактной я назвать не могу, но вполне себе достойна в сложенном виде. Так, чтобы разложить, убираем вот этот страховочный пычажочек. Все, и открываем. Вот, кстати, смотрите, 170 градусов, лежачее положение, я забыл вам показать. Вот, ребенок хорошо себе, комфортно спит. Собственно, что, друзья, хочу сказать. Посмотрите после обзора по ссылке обязательно цену на эту коляску, и вы поймете, что это какое-то идеальное соотношение цена-качество в нынешних реалиях с нынешним курсом доллара, рубля. Вот, это подарок, а не коляска, которая закроет 99% ваших задач, которые вы перед ней поставите. Ну, я, собственно, хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Всем удачи на дорогах, всем пока!